всем привет мы поиграем в игру Rhyme Warlord это такой менеджер колонии оставшихся выживших на негостеприимной планете говорят очень похоже на призван архитектор я к сожалению в него не играл но я играл в двор фортресс и общая идея у игры совпадает ну что ж приступим новая колония выбор и рассказчика от и рассказчика будет зависеть случайное событие вообще жесткость окружающего мира по какой кривой будет нарастать будет ли нарастать вообще либо же случайно на выбор можно выбрать одного из трех это классический будет по нарастающие по экспоненте возрастать сложность случайных событий там атаки пиратов и прочая нечисть это режим классический есть еще режим строитель это название говорит само за себя более такой пацифистический режим и совсем случайно когда совершенно непонятно его канале будет творить будем играть на классическом сложность поставим чуть чуть поменьше потому что она и так сложно не хочется умереть первые 20 минут 30 минут игры что ж начнем так выбираем мир сгенерированный заранее и зону где мы эмбаргнемся можно выбирать различные биомы и рельефы то есть но я предпочитаю играть в горах потому что там удобно и вообще двор форта все дела описывать ничего не имеет смысла потому что все игроки в стратегии прекрасно сами должны знать что за что отвечает поэтому просто выберем понравившиеся горы осадки но посадки наверно влияют на растительность температура тоже не знаю вполне норма 10 градусов не замерз так теперь кто у нас есть так явно исследователи коммуникатор будет пленных вербовать и торговать и лечить в остальном он не очень хотя совсем все работы по чуть-чуть есть чистый исследователь я сейчас на не знаю зачем он нужен мы его перегенерируем какие-то гуманитарии попались общение кулинария медицин ремесло ладно этого оставим это вообще не вообще заоблачное он пригодится нам а из этого надо сделать строителя вот строители горное дело общительное об вот 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 он поселенец моей мечты строительство фермер горное дело стрельба ближний бой и а ну ты круто поехали вы проснулись в своих саркофагах крипто сна под звуки сирен и скрежет металла едва успели добраться до спасительных капсул как корабль развалился на части неплохая завязочка некоторое время спустя вы лились на эту неизвестную планету райм ворлд под звездопад и заблоков корабля вы начинаете строить планы по выживанию давать ставим на паузу так первое что мы хотим посмотреть это где мы высадились первое что надо обратить внимание это на вот такие штуки это гейзеры на них можно строить генераторы это будет основным источником энергии в начале в начале игры таки бесперебойным и очень хорошим так поблизости я больше не вижу ничего похожего да так первым делом создаем зоны под склад так надо определить куда наша будет колония уходить я так предполагаю что я буду зарываться вот сюда вглубь и тут уже будет колония поэтому нужно где-нибудь построить склад допустим он будет где-нибудь занимать вот эту область обязательно нужно свалка на которой будет сноситься весь мусор отличное место для свалки и и и и и посадки нам надо выращивать себе еду еда будет основной проблемой на начало игры еды надо достаточно много небольшую посадочку так хорошо теперь смотрим стартовые ресурсы которые нам раскидал прекрасный рандом серебро серебро это местная валюта с помощью серебра мы сможем торговать с другими кораблями колониями прочими радостями в производстве практически не используется металл металл здесь основа основ всех строений дерева сейчас мы просто разрешаем использовать это все рационы это сухпайки которые первое время будут нам служить пищей аптечки аптечки тут возможно понадобятся сразу ну не сразу но очень быстро оружие пока не трогаем еще рано для этого хорошо первое что мы делаем нашим чувачкам нашим поселенцам бравым пионерам планеты покорителями планеты нужно место где спать пока выбор небольшой можем поставить несколько спальных мешков один из которых мы сразу назначаем мед палаткой ой мед палаткой заключенный и приказываем нашим ребятушкам копать назовем это основной туннель основной туннель от которого будет все дальше работать как нибудь вот так также забыли надо приказать им собрать да с пищей тут не густо собрать всю возможную пищу в окрестностях и сразу же закладываем первое что я обычно строю это нам нужен будет генератор надо расчистить под него вот эти вот горные породы и общую столовую в которой можно поставить поставить всякие штуки для еды посмотрим куда мы будем развиваться вверх вниз куда угодно можно ну поставим где нибудь столовую побольше в ней будет много добра но сильно большую нельзя она может все обвалится к чертовой матери но надеюсь примерно такого размера не обвалится так энергия генератор смотрим чтобы поставить генератор нам надо расширить здесь из верхней части приказы копать переборщил копать копать снимаем с паузы осматриваем может где нибудь здесь есть еще что нибудь прикольно металл дармовой как и серебро напрямую мы по сути ими не управлять нет мы можем управлять но основной режим будет в таком именно в стратегии а не прямого управления мы можем с помощью окна обзора задавать работы на которых будут задействованы наши чувачки ну вот это конечно не круто то что горное дело один горное дело надо чувачкам по максимуму давать ну пусть копают строят тоже пусть кто нибудь нормально ремонт медицины одного достаточно пожаротушения все ремесло ремесло кулинария где кулинария вот кулинария и когда готовит один это тем более ну ладно нормально так ладно ускоряем время наши ребятушки будут копать носить копают медленно копают очень медленно ну посадочку высаживают олени на них можно охотиться но пока мы наверное это делать не будем сейчас наши основные задачи это энергии и построить первое помещение построить первое помещение в которых уже можно будет как-то развиваться кстати вот первый главный туннель надо делать ну такой две клеточки недостаточно чтобы наши чувачки то смогли разминуться так я кое-что передумал спальные мешки слишком далеко стоят от базы эти мы посносим к чертовой матери назначить медицинской кровати медицинская кровать нам нужна для того чтобы на ней после ранения могли получать квалифицированную медпомощь так закладываем генератор закладываем 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 вообще надо бы осмотреться ну особо пока ничего я здесь не вижу интересного оп пайки вот это интересно так носильщики перенос все работают уборка отлично все трудолюбивые ребятушки достаточно интересное место открыто открыто со всех сторон зоопарк какой-то то есть к нам могут смело будут заходить всякие ребятушки со всех сторон то есть надо будет обороняться где-то вот так и вот так но здесь будет проще потому что узкие проходы много светлений но здесь будет чуть посложнее ну это уже такое вот отлично просто когда по направлению главного строительства находится металл это металла не хватает поначалу всегда и таким вот образом мы убиваем сразу двух зайцев мы расчищаем место под базу под колонию поселения и одновременно с этим добываем столь ценный металл конечно возможно нет многоуровневости в игре нет этажности и всего прочего похожего то есть понятное дело что по возможностям игра не в War Fortress но при этом она во многих реализована в аспектах примерно так же то есть у наших подопечных есть какие-то мысли которые их радуют которые их гнетут ну и разумеется если настроение наших друзей будет падать то какой-нибудь взбесившийся дурак может перебить пол колонии сломать нам кучу всего поэтому до этого не стоит доводить надо поддерживать смотреть что им не нравится и как-то парировать эти бунтарские настроения так группа из Трагл Клифф посещают вашу колонию колонии то нет они уже посещают какие странные ребятки так уже процентов на 60 70 закончена вырубка нашего помещения я надеюсь оно не обвалится я его всегда на рандом леплю в стол поставить там всякие кухонные приспособления спят люди пришли что-то здесь разговаривают пусть разговаривают о чем они думают о голоде они еще и мою еду по моему воруют нужны оборонительные готовая еда да вот первое первое что мы должны обеспечить еду белка сошла с ума будет атаковать любого кого увидят где-то вот она бежит злая белка злая белка куда она бежит куда-то сюда бежит вон прибежала и я надеюсь она сейчас нападет на моих гостей отлично белку убили убрать труп отсюда ну вот польза от этих посетителей какая-никакая есть так пока здесь можно в принципе начать строить уголок юного повара дозатор который будет раздавать нам халку еду кухонная плита которая внимание внимание на которую будут готовить и ну стол мясника построить для того чтобы разделывать всякие туши ну пусть будет так и сразу же нам нужна энергия то есть мы построили генератор но разумеется он питать не будет потому что он не соединен никакими коммуникациями для того чтобы соединить коммуникациями нужно проложить можно проложить кабель по простому и тогда если здесь начнется перестрелка его могут свободно перебить либо потратить чуть чуть больше ресурсов но при этом как-то хоть чуть-чуть минимум 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 риск того что нам его перебьют нехорошие люди так как видим стол мясника уже готов так дальше мы еще забыли построить помимо дозатора который синтетизирует питательную пасту из органического сырья то есть мы туда ложим картошку и она нам выдала пасту не очень вкусную но зато это какая еда и нужен еще хоппер для того чтобы он мог хранить всякую еду которая будет уже в дозатор кстати его строить можно только рядом с дозатором 4 штуки я не знаю зачем так много но я не думаю что это будет лишним так и конечно же конечно же конечно же мы забыли это дом а в дом нужны двери металлические двери на вход деревянные двери на внутрь оп все знают что вы не хотите застрять в этой дыре надолго но Фрея какое прекрасное имя но Фрея все же предлагает дать название колонии так как она должна называться мне очень нравится сериал светлячок поэтому мы назовем колонию сиреники в честь одноименной долины которая играет не последнюю роль в истории которую рассказывает в сериале светлячок тем временем мы уже проложили кабель уже все снабжается но при этом как-то темновато поэтому надо бы добавить немножко света немножко загадочное заболевание уничтожает все наши пассивы ну у нас есть картофан а или это ягоды но похоже на картофан а картофель все правильно так сейчас докопают мы еще здесь свет и стол стулья чтобы были как люди и горную породу покроем каким-нибудь деревом кстати дерева очень мало надо бы отдать им заданица срубить нам пару деревьев всегда если там не знаете что делать всегда есть справа в углу подсказочки такие что надо в первую очередь организовать например я не вижу смысла в организации как можно быстрее торговли так временем мы закончили строительство нашей комнаты и мы делаем металла не хватает поэтому деревянный стол он как-то и смотрится покрасивее для этих целей и стулья лампа лампа ну и разумеется добавим красоты поставим пару цветочных горшков на зону готовки зона так и покрытием покрываем для столовой паркет я думаю будет наиболее оптимальный пока мы не изобретем ничего лучше делаем паркет так стол ни один ни второй не будет работать пока мы не дадим задание что-то готовить мы добавляем задание можно готовить простое вкусное шикарное блюдо я думаю разница понятна но пока мы не сильно изобилуем чтобы готовить блюдо из нескольких ингредиентов поэтому мы добавляем простое блюдо штук 30 они готовятся быстрее чем они потребляются разумеется поэтому будет небольшой запас и никогда на самом деле не занимался охотой ну вот например пару туш дам задание на разделку пару туш и кого-нибудь чувачка Иоанна вооружим сейчас какой-нибудь Мосинкой а Ленфилд Ленфилд вот и пометим пару чувачков как пару оленей как приказы охотить за охотить Иоанн оп оп ну вообще просто красавчик я когда-то играл и что значит нет свободного места для хранения этого есть тушь оленя есть тушь оленя есть стол мясника есть задание на разделку тушь есть есть почему я не могу приготовить эту тушь почему приготовить эту тушь зачем у него сразу на свалку унесли ну я что зря охотился ну ребят это не серьезно так ладно тем временем надо продолжать строительство базы и следующее что нам необходимо обязательно сделать туман какой-то поднялся следующее что обязательно необходимо сделать это жилые комнаты для наших ребятишек я думаю сейчас можно построить красиво либо построить просто сюда комнат налепить красиво можно как-нибудь расширить туннель и к черту давайте делать красиво так продолжаем наш туннель куда-нибудь судой как минимум так и делаем комнаты я обычно делаю комнаты 5х5 размером они тогда не жалуются на клаустрофобию и можно поставить кучу всего интересного чтобы делать разметку но при этом они не ринулись копать можно просто не соединять с открытыми участками тогда они это копать разумеется не будут комнат неплохо бы строить на одну а лучше на две больше чем есть наших поселенцев колонистов потому что всегда нужен медпункт всегда нужна тюрьма и всегда нужно то где будут жить новоприбывшие сразу разметку все комнаты будем строить постепенно все комнаты будем строить постепенно фрейни повар а вот надо не на оленя а на стол мясника нажимать какая куда белку понес я у тебя мозги как у этой белки серьезно я оленя заохотил чтобы его есть а не белку господи что за создание странное мясо оленя у нас теперь появилось так а можно попробовать даже сделать какое-нибудь вкусное блюдо а все ясно для того чтобы готовить вкусные блюда нужно кулинарии 7 но мои ребята такие не умеют поэтому пусть готовят пока простые блюда из одного ингредиента так и я думаю я думаю что пришло время начать какую-то закладывать защиту для наших ребятушек так но турель рядом с генератором ставить я вам скажу идея так себе теперь определить где мы будем обороняться на ближних я думаю тремя турелями мы сможем все перекрыть все подходы одна турель здесь одна турель одна турель где-то здесь здесь одна турель где-нибудь вот здесь 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 вот и сможем мы таким образом перекрыть большинство подходов к нашей базе но это очень временная мера к сожалению нам надо будет усовершенствовать систему обороны кстати да они еще очень часто не любят то что у них темно они очень любят свет поэтому в коридорах тоже лампы можно строить надо строить лампы в коридорах да ладно на проводах нельзя строить лампы вот дела а мы тогда сделаем вот что тут мы уберем и на этом месте построим лампу и тогда она по идее будет соединять между собой все и разумеется я вот забыл надо поддерживать территорию базы в чистоте опять таки это очень сильно влияет на ребятушек для того чтобы убрать все эти камни которые обираются от горного дела используется команда убрать они будут таскать это все на свалку нет не соединяет лампа провода великолепно великолепно генеально так тем временем у нас уже две готовы а металла у нас практически и не осталось выкопать вот это вот все что кроме участков металла вряд ли есть так где-то валяется металл на поверхности сколько здесь пайков этих далеко правда металл рядышком так металл так далеко отправил вот здесь металл рядышком так м и и И сразу же прокладываем кабель ко всем нашим турелям. Так. Так, так. В упор можно не подводить, кстати. Можно, кстати, не подводить в упор. Будет на каком-то расстоянии работать. Теперь надо как-нибудь прикольно соединить вот это вот. Как много металла жрут провода. Так, ну металла немножко добыли, поэтому пусть продолжают копать. Оп, а вот это что-то интересное. Вражебный пират из Pain Lineup высаживается прямо на вашу колонию. Он нападает сразу. И все мои идиоты... С коктейлем Молотова. Все идиоты спят. Ну, турель здесь по нему работает, судя по всему, потому что он уже красный. Мизинец правой руки, шрам от укуса. Это не я. Правая рука, ранение турелью. Так. Это все, конечно, круто. Но, ребята. Переводим их в боевом режиме. В боевом режиме они никуда не будут бегать. Они будут стоять и стрелять туда, куда вы их поставили. Фрея, убегай внутрь. Розари, убегай внутрь. А у тебя есть Мосинка. Стреляй в Мосинку по нему. Молодец. Меткий. Не дать ему бросить коктейль Молотова. Сгорит. Аллилуйя. Но он не погиб. Он не погиб. Так. Аптечка у него была при себе. Коктейль Молотова. Мы потом уберем все оружие. Так. Он не погиб. Он, конечно, получил из... Боль ужасная. Ничего не умеет. Только 15. Это самый крутой чувак, которого я видел из воинов. Конечно, его захватить было бы круто. Но у нас еще не готовы ни тюрьмы, ничего. Да, на самом деле, и кормить-то его нечем будет особо. Тут паркет не могут положить, потому что там стоит дозалтор уже. Поэтому надо отменить все эти проекты. Не знаю. Так. Все. Вы можете уже не переживать. Что значит снять Спенсера Ассасина? Понятно. У него был бронежилет. У него была рубашка. Ну, бронежилет я опять-таки первый раз вижу, что первый же чувак был бронежилетом. Я думаю. Ну, я его добьем. Чтоб не мучился. Чудеса стрельбы. Да ладно. Ну, сколько ж он жить-то будет. Чтоб вы понимали, у него правые ноги. Это все его повреждения. Попал. Молодец. Какой живучий гад попался. Кажется, круто было бы его захватить. Бесспорно, круто. Оп. Тем самым мы прокачаем стрельбу немножечко для нашего чувачка. Все, я. Можешь за работу приниматься. Труп убрать. Причем труп можно сделать вот так. Делаем где-нибудь, копаем где-нибудь могилку. И его похороним. Все остальное мы используем во благо Родины. Фрея потащила его. Надеюсь, закапывает. Либо просто оставит гнить его. Она решила оставить его гнить. Ну, так как это свалка, то не страшно. Но это неожиданно, что он высаживается прямо на базу. Эти вон тащат сухпайки со всех сторон. Ой, господи. На что они не пойдут? Ради того, чтобы не работать на поле. Они первым делом будут таскать еду они. Выращивать ее. Собрать урожай. Нет, конечно, каждый раз не надо собирать урожай. Но что-то они вообще хамели. Занимаются непонятно чем. Вот, если бы они металл где-нибудь бы нашли и сходили бы за металлом, я бы их бы только... Металл есть, значит, далеко совсем не хочу. Ага, вот есть серебро и вот чуть-чуть металла совсем есть. Ладно, пусть он там лежит. А у нас вот так, думаю, они рядышком. Можно сделать зону, так называемую домашнюю зону. Попадание огня, например, в эту зону. Автоматически они будут бежать и тушить это так. Очень непонятно. Так, все, три трейли в строю. Металла пока неловата. Вы засекли несколько грузовых контейнеров, упавших поблизости. Я так подозреваю, уран. Давайте заберем себе уран и посудиться не будем. Я не знаю, для чего нужен уран. Наверное, для реактора. Так, они тем временем еду собирают, еду готовят. Причем мы сделаем, наверное, вообще в бесконечных режимах. Очень просто простых блюд. Что бы было? Что-то сейчас. Давайте, ребятки. Нам нужно копать. Джесси, мы будем копать. У них кто-нибудь вообще занимается садоводством? Так, ну камень уже почти перенесли. Так, металла копали на складе. Здесь чуть-чуть прилично достаточно. Можно продолжать заниматься. У нас нужно немного. Так, эту лампу мы запитаем. Тут система такая. Если провод подходит с одной стороны к стене, то тогда, как бы делается розетка, она попадается на другую сторону. Поэтому эту лампу я запитаю, как мы будем прокладывать камеры к желающим будущим. И что это такое? Серебро. Серебро достаточно такое. Можно что-то позволить себе. Будет в дальнейшем. Посмотрите, крыса жрет нашу еду. Куда ты смотришь? Убей крысу. А, бум-бум крыса, бум-крыса. Как-то звучит как-то плохо. Блин, круто. Потушили бы крысу, унесли бы крысу. И Анна это тоже женщина. У меня что, все женщины? Фрея или это мужчина? Она. 19 лет. Стрельба 7. Горное дело 8. Строительство делать. Ну, тяжело ей пришлось в свои 19 лет. И Розалия. Розалия. Какой у меня женский коллектив? Так, сразу прокладываем кабель дальше. Запитаем, а то забудем. И даже, наверное, сделаем еще вот что. Мебель. Лампа. Сюда. Угол темный, темный получился. Темный страшный. Только не сюда. А то они, возможно, не смогут подходить. Кто их знает, пусть тут стоит. Так, ну, пока дела идут достаточно неплохо. Хотя, по сути, еще ничего серьезного у нас не происходило. Так, Иоанн. Надеть бронежилет сейчас. Что нам бронежилет дает? Непонятно. Что у Иоанна за вещь? Рубашка, ключ, поглощение. Ключ, что такое? А, ключ это, наверное, двери от наших. Иоанн пусть экипирует бронежилет все-таки, наш основной боец. Перезадим. Папа. Перезадим. Вот Поглощение урона Скорость передвижения чуть-чуть снизилась Логично все Интересно Да ладно, что еще такое Враждебные высадились Неподалеку, они нападут сразу Карсон Пистолет Бьет стол Несильный боец Я думаю наша И Анна Анна, это Анна Справится с ним очень быстро Переводим ее в боевой режим Пусть бежит, бежит, бежит Тут она медленно ходит Горная порода А, это скорость понизилась Так, Фрея в опасности Дурочка, беги оттуда Фрея Фрея беги Фрея ранена Стреляй Стреляй в него Стреляй в него Пока Наша турель работает Это было близко Девочка Убей его И Анна Ранили Выстрел от бога Смотрим Смотрим здоровье Кровопотеря Позвоночник Храни Нормально Так Перенесут его Все Яночка Можешь быть свободной Мед кровать у меня есть Аптечки у меня есть Нас полечат Так, склад еды Скорее всего придется делать Внутри Потому что эти белки Крысы Черт Скорее всего Они пожирают мою еду Я не рад этом Почему они не пользуются Стульями Чтобы поесть Почему они жрут На земле А потом они Будут жаловаться Что мы едим На земле Нам это не нравится Стран Ну и ребята Ну а склад еды Можно кстати где-нибудь Вот здесь будет Организовать Так Комнаты 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 Копайте Комнаты Дальше Теперь Делаем так 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 Это будут Наши комнатушечки Так Дальше Что мы обязательно делаем Убираем Деятельность Наших шахтеров Убираем То что Наделали нам шахтеры И делаем Покрытие Для коридора Пусть будут Пока бетонные Коридоры Это дешево И сердито Посещает колонию Кто-то Все электроприборы Отключились Из-за вспышки На солнце Ну отлично Так Могилу одного Закопали Поэтому Еще могил Построили Нужно больше Пока у нас Не будет Крематория Нечего делать Так Какое голодание Ну ребята Ну что за дела А Фрейю никто не кормит Я понял Я понял Все прекрасно Приказ Собрать урожай Соберите Весь урожай До которого Вы только Дотянетесь И накормите Кто-нибудь Тоже Фрейю А я понимаю Вы не можете Из-за того Что вся еда Ну ягодами Ее напичкайте Я не знаю Но На пороге Вообще Срыва Ну кормите Фрейю Картошкой Сырой Я не знаю Чем-нибудь Хоть накормите Да кто-нибудь Накормит Фрею Или нет А у меня нет Врача И наверное Нет Нагнадсмотрщика Розалис Медицина Фрея Давай Розалис Помогай Фреюшки Иди Помогай Немедленно Кормить Немедленно Лечить Мы не хотим И немедленно Корми А все Она теперь Сама может Есть Слава богу Это было Близко К провалу На самом деле Так Ладно Тогда На этой ноте Я наверное Закончу Первую часть Если кто-нибудь Будет это Смотреть Если кому-нибудь Это покажется Достойным Внимания Я конечно Сниму Продолжение Но На сегодня Наверное Все Надо сохранить Игру Все Всем пока Всем До новых встреч Я надеюсь